Роман, уже есть первый комментарий на твою новину, Антон, про зоопарки. Есть? Самый главный зоопарк, это у нас самая Верховная Рада. И самая большая проблема Верховной Рады, то, что Верховная Рада сейчас именно в том составе, который был при Януковиче. Там 250 регионалов и коммунистов, которые никуда не делятся, которые будут топить все нормальные инициативы. Вот это сейчас самая главная проблема Верховной Рады. И что, всех питание цикавит, что распустится, а че нет, че это все бред? Че удары, батьковщина молодцы, конечно, но... Ну, они пока валяют дурака, пытаются рассказывать, да, мы все за распуск, но вначале давайте там установим мир во всем мире, примем какой-нибудь закон, еще что-то там, еще что-то там. То есть полный бред для людей, которые способны прочитать Конституцию, увидят, что для распуска Верховной Рады достаточно одной или нескольких фракций выйти из коалиции. И все, и президента через 30 дней появится 100% повод для распуска Верховной Рады. Так вот, Роман Шрайк, который у нас сегодня в студии, на Громадскому, он основник сайту Дурдом.in.ua. И можете, так же есть сторинка на Facebook, там, и... Ну, насправді, знаменитый политосатиричный сайт. Вот. И как мы запросили Романа, я так и говорю, что у нас новый формат, что, насправді, люди начали писать в Твиттер, ну, там, я говорю, кого бы вы хотите бачить, и вот, много людей написали Роман Шрайк. То есть гости по вызову, да? Гости по вызову, да. Ну, ты же не против? Ну, вот. Гости по вызову. Насправді, Роман Шрайк, я открою новичку темницу, что я цього тижня буду коментувати... Да? Домовлялся, нет? Пока не знаю, пока не договорились. Ну, хорошо, да. Ну, есть такая уверенность, будет коментовать футбольные матчи. Насправді, Роман дуже знаменитый футбольный болевальник. Ну, как знаменитый, ну, в смысле, як заядлый, да, затятый. Вот. И будет також, вы его побачите еще в цей ипостасе. Останнее, что я побачил в Руслана, в Романа, господи, я просто тут читаю в коментах. Зразу, ладно. На Фейсбуке сегодня на чемпионате мира сборная России сыграет свой первый матч. Я не думаю, что кто-то из украинцев будет болеть за нее. Нет? Никак, да? Раньше... Я просто опубликовал этот пост в 2012 году в блогах «Украинская правда». Я написал текст «Почему я никогда не буду болеть за сборную России». Да, 12-й, да. И тогда хоть было, да, хоть была куча там полученных лайков, но все-таки были какие-то спорные моменты. Некоторые там начинали рассказывать про братство, про привычки и так далее, и тому подобное. Но вот прошло всего два года, и уже ситуация совершенно другая, как показывает практика. Вот то мнение, которое я выразил, сейчас стало ближе большему количеству людей. Так, ну таки невеличкий огляд Фейсбуку. Тепер, якщо ти не проти, я трошки буду звертатися до тебе, як до політичного експерта. Потому что ты працюешь как раз в таком формате, ну, это не как пациенты, можно сказать, а ты как лекар, трошки. Так разглядаешь, их с науковой точки зрения, я имею в виду политиков, там, гилки влади. Ну, и все-таки есть какие-то люди, которым ты больше симпатизируешь в политике. Ну, не знаю, может, просто больше с ними знакомые, может, не знаю, да, таких. Ну, сейчас, конечно, интереснее те вот эти новые силы, которые пришли к власти, они интереснее хотя бы тем, что они гораздо больше общаются с журналистами, с блогерами, они гораздо больше, более открыты. Поэтому за последние там пару-тройку лет, когда я уже там стал там блогером, да, иногда приглашают на какие-то встречи, что-то рассказывают, какие-то вещи, которые на публику они не могут рассказать, что более-более понятно. Поэтому, в принципе, главное не то, что там каким-то людям конкретным, вот там, это наш принц на белом коне, он придет к власти, сделает нам там красиво и приятно и хорошо. Главное, просто почаще этих товарищей менять, чтобы они там не застаивались и пожестче их контролировать. А как это делать? Ну? Как это делать? Как их менять? Опять Майдан трено? Ну, как Януковича поменяли. Напряглись, поменяли, да, с кровью, с потом, но поменяли. Точно тоже, боюсь, если Верховная Рада им не дойдет, то, что 70%, которые хотят досрочных выборов, что их мнение нужно уважать. Я думаю, что и летом не будет подписан указ о распуске, то осенью могут быть уже серьезные митинги уже возле Верховной Ради. Да, есть такое выражение «сполитый сель Раду». Вполне может до этого дойти. Александра Попереля, новое слово «Поки Россия уже сыграла свой первый матч». Да, это сыграла, мы знаем, что Россия сыграла свой первый матч, просто мова идет про то, что этот пост писался до того, как Россия сыграла свой первый матч. Как 1-1? 1-1, да. 1-1 в России взагалі. Ну, а стосовно, ви можете ставить, да, я хотів би нагадать, запитання Роману Шрайку, просто, якщо ви вже його запросили, гость по вызову, да, то, можливо, вас что-то цікавить. Але взагалі так популярный в Фейсбуку, досить популярный. Скільки в тебе фолловерів, я не знаю, ти не дивишься? 27, по-моему, тысяч. Нормально, да. Так, на секундочку. Нормально, пойдем. Ну, я не знаю, чи ми можем там все, ну, короче, террористов нужно окружить. Расскажи мені про своё ставлення до антитеррористичної операції. Ну, я вообще не военный эксперт и стараюсь по этому поводу поменьше писать и поменьше комментировать, потому что я считаю, что если бы все люди поступали так же, то 99% истеричных каких-то коментариев у нас бы сейчас исчезло. К сожалению, ещё пока нет нормального потока информации, который объясняет чётко, что происходит на Востоке. Например, там карта этой антитеррористической операции. Где там наши, где враги, что происходит, куда мы наступаем. Вообще информации мало. Кто наступает, вообще непонятно. Да, то есть какие-то... Есть там Тимчук, Селезнёв, Алаков. То есть какие-то сайты что-то публикуют, но мы не знаем достоверности. Нет единого такого центра управления полётами информации вот этой антитеррористической. А такая штука тоже потримена. Очень нужна, и мне до конца это непонятно, поэтому я стараюсь всё это не комментировать, чтобы не увеличивать количество таких некомпетентных вещей. То есть я могу только какие-то абсолютно понятные, очевидные вещи сказать, что мирный план должен заключаться в победе в войне. Очевидно, нужно перекрыть границу. Очевидно, нужно предложить сдаться. Те, кто не сдаться, уже их жёстко мочить. И так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь каких-то уникальных вещей, которые непонятно были в широком округе людей, я сказать не могу. Ну, хорошо, что так, что ты не самое. Но на самом деле многие люди комментируют и не хватает единого центра, это правда. Я тут просто читал ещё твой коммент о том, что Верховная Рада, Кабинет Министра, Администрация Президента должны опубликовать официальные заявления. Примерно такого содержания. Мы решительно заявляем, да, осуждаем заявление министра иностранных дел. Вот такие пост. Расскажи мне про всю историю. Потому что богато было... Ну, там больше интересный предыдущий, наверное, пост, да, в котором много было путаниц и мнений, там, правильно то, что перепроходит вот этот митинг, перешедший в какой-то там частичный там заворушение возле посольства Российской Федерации, неправильно. То есть я стараюсь ситуацию переварить там разные мнения, сформулировать свою точку зрения как можно более компактно, если возможно, с юмором, да, передать, потому что с помощью юмора часто мысли лучше доносятся там куда-то там в сознание людей. Вот, ещё один человек в нашей студии, который считает, что ничего страшного там в юморе нет, даже в такие времена. Вот, я стараюсь дать больше, ну, с моей точки зрения адекватности, более спокойствие в каких-то основных вещах. Потому что вот часто то, что там раньше происходило на форумах в интернете, а сейчас в Фейсбуке, это там такое куда-то не кур в курятнике происходит, то есть что-то там произошло, и сразу там куда-куда-куда. Диванная сотня. Да, да, и здесь нужно часто быть спокойнее, ну, проверять информацию, там, читать не только заголовки новостей, а что там, в общем-то, в самой новости написано, и тогда вот куча непонятных, истеричных воплей будет убрана в сторону. Ну, были вопли по поводу того, надо ли ли было вообще об этом рассказывать, например? Про что? Ну, вообще, стоило ли выкладывать это видео? Ну, а как это снял и не выкладывать? То есть это, ну, я что, я ходил затощицей по пятам и ждал, пока он что-то вот такое скажет или что? Я просто стоял, там стояли десятки других телефонов. Нормальная абсолютно ситуация, ну, просто мы для себя должны понять, наши страны как в состоянии, там, необъявленной войны, или это что-то, или у нас действительно там какие-то просто отдельные сепаратисты, никак не связанные с Россией. Вполне реакция, вполне нормальная реакция. Он озвучил, озвучил, как бы, мнение народа. Да, вполне нормальная реакция человека, который, там, патриота своей страны, и тем более, что ему там терять особо было нечего, потому что понятно, что новый президент будет приводить свою новую команду. Хорошо. Скайп, громадский, нижние подкресления ТВ, Твиттер. Пока что я не знаю, чи варто задеювать Твиттер громадского, чтобы его не засмечивать. Але я Твиттер Кутепова, туда можете ставить питание Шрайку. И также можете, сейчас повещение, да, там, там есть еще запитания, мы сегодня всех гостей питаем, вот две темы. Первая, это, значит, стена на кордоне Украины с Россией, чи вона нужна? Ну, я много лет уже отстаиваю точку зрения, что нам нужен ров с крокодилами на границе с Россией, и поэтому, когда возникла идея Коломойского, и он еще готов сам профинансировать строительство такого вот забора, я полностью за. Потому что этот забор, не знаю, насколько он там будет препятствовать передвижению войск, но это будет такой ментальный забор, который нам нужен для осознания себя, как отдельной страны от России. Ну, а может, не только ментальный? На самом деле, если это будет такой забор двухметровый, то хотя бы... Нет, конечно, поможет. Понятное дело, что если там танки пойдут ромбом, там забор ничего там особо не поможет. Я бы, например, еще ставил веб-камеры на пунктах пропуска, круглосуточные, открытые. То есть, чтобы каждый мог увидеть, если, допустим, через пункт пропуска не идут танки, а забор, то значит, они и не пройдут. Ну, то есть, грубо говоря, да, если уже там контрабанда, то это вопрос уже, может ли она дальше идти? Ну, кстати, да, в плане контрабанды вообще замечательная идея. Правда, пограничники будут против. Ну, я когда-то был в Краснодоне, в Луганской области, там снимал именно про контрабанду, и местные пограничники, там у них есть целый такой персонаж. Как-то я забыл, это было давно, но у него есть, скажем так, несколько дворов, КамАЗа, и вот он... Это физические тропы, то есть это полевые дороги, их там перерывают, но как-то они засыпают в каких-то нужных местах. Своя система сигналов, они вот гоняют годами туда, в Краснодон, Краснодон это родина этого, каких там, Павлик, не Павлик Морозов этот, ну, в общем, ладно. Вернемся к этому потом, да, или не вернемся, да. Ну, и вот этот контрабандист, он гоняет через эту границу просто, и говорит вот так, КамАЗ прям летит, мы их засекаем, за ними гонимся, он влетает во двор и закрывает ворота. И мы не можем ничего сделать, потому что это частная собственность, и мы должны вызывать прокурора, судью, там, и так дальше. Конечно, они это все перепаковывают, и огородами там передают, и так дальше. Все село знает, и все... вот так, так что забор, в принципе, мог бы предотвратить хотя бы такие... Да, и вообще интересная про пограничникова мысль, я слышал где-то, наверное, месяц или два назад одного из человека из власти, который говорит, что погранвойска у нас наиболее, как бы, боеспособные в том смысле, что они мотивированы, чтобы граница была, потому что они имеют какой-то там свой профит с контрабанды. Во-вторых, у них, эти контрабандистов, они их используют как разведчиков, они им рассказывают, что там на российской территории происходит. Ну, конечно, на то время это была информация, наверное, полезна, сейчас, когда уже там кусок, куска границы у нас просто не существует. Сейчас нужно все это восстанавливать заново, и забор, который, я надеюсь, будет подстроен, он будет в том числе и ограждать от контрабандистов. Так, и второй вопрос, на который я просил отвечать зрителей в Твиттер, это такой более миролюбивый, это забор, забор. Вопрос про то, где отдыхать сейчас, ну, вот тем, кто не может или не привык ездить за границу, или не может себе позволить, Крым закрыт, ну, пока, куда ехать, куда отдыхать, может, у тебя есть места какие-то или там. Ну, конкретно нет, честно говоря, в Крым я последний раз был лет 10 назад, я раньше любил на Майске ездить в Алубку, но в какой-то момент уже, как и многие, переключился на Турцию, Египту, Болгарию и так далее. Люди до сих пор не могут понять, да, что по стоимости это не дороже. Да, то есть, ну, последние, наверное, одно из последних каплей было, когда я ездил в Коктебель, ну, планерская Коктебель, жил в каком-то там сарайчике, где буквально там была одна кровать, плюс проход к ней, и что-то стоило это порядка 500 долларов там за неделю или что-то в этом духе. Хотя по тем временам за тысячу долларов можно было на двоих съездить в Турцию, там, в пятизвездочный отель. Короче, все включено, проезд, пролет, переезд из аэропорта, еда, напитки на пляже, вообще все. Если не ездить на экскурсии, то, да. Поэтому я думаю, что сейчас выиграет больше всего Одесса. В Одессе, мне кажется, люди гораздо более предприимчивее, чем в том же Крыму, и они способны построить нормальную инфраструктуру. Ну, Херсон, Николаев, ну, наверное, хоть Карпаты не на море, Карпаты тоже выиграют. Но конкретные места мне тоже интересны, потому что я там в мае попал в небольшую аварию, мне сейчас неплохо бы съездить в какой-нибудь санаторий, и я санаторий этот буду искать, в том числе и в Карпатах, да. Хорошо, это хорошая идея. Действительно, у нас санаторий до сих пор существует. Я был в некоторых из них недавно, ну, там, как бы, например, Хмельник, это Винницкая область, там хороший, как бы, курорт, но настолько оно вот все советское, оно это просто вот такое, это воплощение просто совка, да, то есть вот эти карпуса, там все дела. Ну, тот же Трусковец очень неровный, я был там несколько лет назад, многие какие-то, там, Ива Бобл, там, афиши висят, там, чуть-чуть там. Хоть есть приличные очень отели, но они тоже достаточно дорогие, можно съездить, там, на Венгерский какой-то курорт, или в Трусковец это тоже будет примерно одинаково по деньгам. Богдан, я коротко вас перерву, в мене є свіжа новина з Верховної Ради, отже, виконуючи обов'язки міністрів, в нас залишаються на посадах щонайменше ще на один день. Голова Комитету Верховної Ради України з питань регламенту Валерій Карпунцов сказав, що найбільш ймовірно, що всі зміни, запропоновані президентом, проголосують вже завтра, оскільки сьогодні, схоже, Верховна Рада занята голосуванням про заборону пересуваних зоопарків. Да, зрозумів, про зоопарки ти щось сьогодні просто депутати наші чудять. Ну, і що, давай повернемось до депутатів, оскільки сайт дурдом, яким ти керуєш, це, якби, головне поле, да, майданчик твоєї діяльності. Ну, розкажи взагалі, хто ці люди, наші депутати, хто вони, що це за психотип людей, чи реально нам щось змінити саморозпуском, ще щось. Вони, к сожалению, наші депутати дуже сильно, вообще Верховна Рада, я там бував буквально пару раз, коли ти заходиш в це здання, таке впечатление, що ти починаєш чавкати по болоту. Там все какое-то замшелое, унылое, все це на тебе как-то давить обстановку, тому я туда не стремився часто заходити. І, в принципі, нові депутати, які туди потрапляють, вони сразу же починають через нескільки днів, днів, вже починають становитися примерно такими же, якими-то там, уныло квакаючими лягушками, плаваючими в трясіні черепахами, которым нічого не треба, казалось би, там, є у нас, там, був Майдан, там, абсолютно трагіческі історії, вже казалось би, точка невозврата, да. Ну, до сих пор они продолжают сидеть, ну, нам нравится, мы получаем там какую-то там, хоть по їх меркам и небольшую зарплату, но получаем, там еще что-то, какие-то есть деньги еще сторонние. І у нас все в порядке, зачем нам какие-то перевыборы, зачем нам это, люди, ну, что там люди, бог с ними, обманем их там какие-то, начнем рассказывать, что там нужно выполнить сначала 125 условий, только после этого пойдем на перевыборы. Поэтому этих товарищей нужно менять, я думаю, если пройдут выборы, то где-то на две трети парламент обновиться, это тоже будет плюс. Все равно это не станет какие-то там 450 принцев, которые там будут вырвать сердце и вести там народ к светлому будущему, но все равно станет чуть лучше. Еще будут какие-то выборы, еще чуть лучше. Вот такими мелкими шажками мы вынуждены будем идти в ближайшие там где-то 10-15, чтобы уже выйти на какие-то европейские нормы. Да. Ну, тут вопрос от нашего зрителя Щепковского. Ну, такой вопрос, я так понимаю. Запитаю Шрайка, чи готовый он с Подервьянским зробить гумористичную передачу. Было бы круто. Ну, я себя не чувствую каким-то там большим юмористом, поэтому, да, я вообще-то по характеру не творец, я там по образованию математик, мне там гораздо свойственнее какие-то формулы писать, да, или там циферки, столбик. Ну, тем не менее, эти циферки потом нормально читают. Ну, то есть, значит, ты высказываешь ту мысль, которая, ну, то есть, ну, в общем, что я говорю? Да броские, броские слова, тексты, которые, ну, в основном, это не только тексты, да, это еще и картинки. Ну, я пытаюсь, для меня главное осмыслить и лучшим образом, компактным каким-то там сформулировать, да, вот, чтобы лучше людям было понятнее то, что я хочу им донести. Хорошо. Вот, в общем-то, и все. Да, напоследок про Раду я еще хотел закончить. Как ты относишься к тому, что вот на каникулы там идти сейчас? Должны, не должны? Ну, я думаю, это будет позорный цирк, потому что формально сессия, если не ошибаюсь, заканчивается где-то 18 июля. Ну, там последний пленарный день заседания 4 июля, а после этого там работа с избирателями, работа в комитетах, то есть все то, что на самом деле ничего не происходит. Я думаю, после, в июле будет, как бы, формально продлено, продлены заседания, будет там сидеть 150 человек в этом зале, сокрушаться вот нас так мало, там троллевали, ничего принять мы не можем, но и распуститься мы не можем, в общем, мы ничего не можем, эту волынку будут достаточно долго тянуть. Я в эту Верховную Раду не верю по своему степени разложения, она где-то похожа, как вот было прошлое летом 2012-го, если кто-то еще помнит такая история, там было все тоже достаточно уныло, они там тянули свой последний срок, там голосовали, там, за 5-10 человек, лишь бы как-то уже там пропетлять до выборов, да и все. Здесь у меня очень пессимистичное пока настроение. Если, там, повторюсь, одна или несколько фракций не выйдет из коалиции, если коалиция не перестанет существовать, и президент не подпишет через 30 дней указ о досрочных выборах, то тогда осенью многим этим депутатам не поздоровится, потому что настроения общества все-таки такие, что нужно жить по-другому, нужно уже качественно другие нам депутаты, нужны качественно другие законы и так далее и тому подобное. Вот такой прогноз от Романа Шрайка у нас на Громадскому и напоследок вопрос от Димы Коврыженко. Запытайте в гостя, за кого он зараз выливает на Мундиале. Я пока еще думал после первого тура определиться, пока еще не определился окончательно, ну, например, мне там нравится сборная Мексики, она мне нравилась и до вчерашнего матча с Бразилией, и вчерашний матч, хоть закончился 0-0, был достаточно ярким, как может быть ярким матч, которым не забито ни одного гола. Мне нравится, буду смотреть с интересом за теми же Нидерландами, еще там есть несколько сборных, которые мне были симпатичны по первому туру. Я думаю, будет групповой турнир, мы еще определимся. Ну, я думаю, многие в нашей стране болеют за Южную Корею, Бельгию и Алжир, ну, уже за Южную Корею проболели, теперь еще будет матч у России с Бельгией, потом с Алжиром, вот эти сборные будут самые популярные в Украине. На каком из матчей будут цитировать Дэшицу, болельщики, наконец-то? Ну, честно говоря, я не особо верю в то, что что-то будет, но максимальные шансы... Бразилия далековато, да? Да, ну, Бразилия далековато, и все-таки в Европе, если бы Дэшица не сказал бы, эта песенка, которая там про Путина, она бы до Европы не дошла. Есть какие-то минимальные шансы на матч с Бельгией, которые все-таки близки как-то в Европе и в Украине, потому что Южная Корея черти где, там Алжир тоже, им вообще не понятно, что там, и неизвестно, наверное, что там в Украине происходит. Хорошо. Роман Шрайк у нас был на Громадскому, и я сподіваю все-таки еще побачите цего тижня в футбольном формате Романа, и, ну, не знаю, с поддревянским навряд, и в спільной юмористичной программе, да, ну, хотя бы потому, что на Чупо-Древянский, ну, не знаю, мы, мабуть, и в таком житии не спілкуетесь, ну, так, ну, не те, что специально, да. Дякую, приходьте до нас еще, и запрошуйте гостей, которых вы хотите видеть тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова